Здравствуйте, меня зовут Коротких Элина, и сегодня у нас будет разбор заданий муниципального этапа по технологии для девятых классов. Давайте начнем. Задание шесть. В задании шесть у нас есть нарушители, которые решили скомпрометировать системы шифрования некоторой компании. Для чего? Осуществили перехват ключа шифрования, и нам нужно оценить, что реализация данной угрозы нарушила, какие свойства защищенной информации. Правильный ответ под буквой А — это ответ на конституциальность похищенных данных. Почему? Так как был перехвачен сам ключ шифрования, это значит, что злоумышленник может перехватить любое зашифрованное сообщение, использовать данный ключ шифрования, расшифровать сообщение и получить некоторую конфиденциальную информацию в свой доступ. Тем самым нарушается свойство конфиденциальности данных, так как для этого, грубо говоря, использовалось шифрование, чтобы другие люди не могли прочитать сообщение, а то злоумышленник, имея перехваченный ключ шифрования, может его прочитать. Целостость не была доступна, потому что злоумышленник может прочитать исходное сообщение, но он не может никак его изменить. И доступность тоже не была нарушена, потому что те люди, которые имели доступ к этому, грубо говоря, сообщению зашифрованному, они к нему и имеют доступ. То есть если бы ключ был, допустим, изменен, то это была бы уже не совсем однозначная ситуация, вполне возможно при каких-то обстоятельствах была бы нарушена еще и доступность. Задание 7. После успешной компрометации ключа шифрования нарушители перехватили несколько передаваемых по сети зашифрованных сообщений и, заблокировав их доставку получателю, прочли и подменили на собственные. Тем самым только потом они отправили их по назначению уже как бы измененные. В данном случае была нарушена не только конфиденциальность, конфиденциальность была нарушена, потому что, аналогично прошлому заданию, у нас есть ключ шифрования, который перехватили нарушители и благодаря ему они получили, смогли прочитать зашифрованное сообщение, которое было передано по сети. Это нарушение конфиденциальности данных. Но также нарушители нарушили целостность похищенных данных, потому что сообщение, которое получил исконный, так сказать, получатель, оно было уже изменено. Его подменили на то сообщение, которое хотел написать злоумышленник, потому были нарушены конфиденциальность и целостность. А доступность сохранилась, потому что доступность... Никто не потерял доступа к сообщениям, которые должны были иметь. Ключи также, опять же, не меняли, потому доступность не была нарушена. Задание 8. В другом случае нарушители просто исказили хранимую на сервере информацию, которая хранилась еще в зашифрованном виде. Они исказили ее таким образом, чтобы при попытке ее расшифровать получатель получал бы лишь бессмысленный набор символов. Тем самым, давайте посмотрим на условия. Была некоторая информация, информация, которая хранилась на сервере, и ее исказили, ее изменили. Тем самым была нарушена целостность хранимых данных. Более того, пользователь, который пытается расшифровать хранимую на сервере информацию, как бы не получает осмысленный текст, он получает бессмысленный набор символов. Тем самым, он потерял доступ к информации, которая хранилась на сервере. А значит, было нарушено свойство доступности хранимых данных. Задание 9. Помимо системы шифрования, целью атаки стала и система электронной подписи, разработанная компанией. Однако, еще до действия нарушителей, отправитель, то есть один из сотрудников компании, ошибся в выборе ключа генерации подписи, в результате чего отправленное сообщение не могло пройти проверку подлинности подписи на стороне получателя. Давайте посмотрим внимательнее на условия. У нас есть некоторая ситуация, в которой один из пользователей хотел отправить что-то другому пользователю и использовал для этого электронную подпись. Для электронной подписи нужно правильно сгенерировать ключи подписи. Однако, сотрудник ошибся в генерации ключей подписи. И в результате чего, конечно же, у получателя данное сообщение не могло пройти проверку подлинности. Данная ситуация не является угрозой в принципе, это просто технический, не знаю, человеческий фактор, человеческий фактор ошибки того пользователя, того сотрудника компании, который вот выбирал ключи генерации. Тем самым, правильный ответ, это не нарушили безопасность передаваемой информации, так как сама информация, которая была в сообщении, она не была изменена, целостность ее не была нарушена, не было нарушено ее свойство доступности, потому что сам пользователь, который отправитель, имел к ней доступ, а получатель изначально как не имел, так и не имеет и не может просто-напросто проверить. Его сообщение, которое он получил, оно не может провести проверку подлинности. Дальше, и достоверность, она также не была нарушена. Ну, хорошо, сгенерирует отправитель второй раз ключи генерации правильным образом, и сообщение просто-напросто пройдет проверку подлинности на стороне получателя. И все, и информация будет достоверной. Тем самым, правильный ответ, то, что не были нарушены ни одно из свойств безопасности передаваемой информации. Одна из наиболее распространенных задач — это обеспечение контроля целостности информации, передаваемой по открытым каналам связи. И необходимо выбрать меру защиты информации, которая подходит для решения указанной задачи. Так как у нас информация передается по открытым каналам связи, правильный ответ — это электронная подпись. Если бы информация хранилась бы на сервере, либо где-то локально, подходили бы и системы хеширования, и более частный случай — это вычисление контрольной суммы. А если бы использовалась лицензия, подходили бы цифровые водяные знаки, надежные, хрупкие. Одним из продуктов, выпускаемых некоторой компанией, является реализация функций хеширования. И нам нужно выбрать задачи, для решения которой может примениться такое средство. Давайте посмотрим, что такое функция хеширования. Функция хеширования — это такая реализация, некоторый даже продукт, получается, данной компании, который, во-первых, обеспечивает целостность информации. Более того, функция хеширования, как было сказано ранее, подходит для тех случаев, для тех файлов, для тех данных, которые хранятся где-то, хранятся на сервере, хранятся в облачном хранилище, могут храниться локально просто-напросто. Для таких случаев, когда у нас нет второй стороны или нескольких получателей информации, когда информация, грубо говоря, никуда не передается, тогда используется функция хеширования. Если у нас есть потребность передачи информации, например, по открытым каналам, тогда электронная подпись. Задание 12. Для функции хеширования коллизии является пара входных значений, для которых значения функции совпадают. Это определение коллизии, просто-напросто определение коллизии. Сама коллизия, ее суть, грубо говоря, в том, что у нас есть некоторое сообщение исходное, есть хеш-функция и есть результат хеш-функции. Так вот, для каждого сообщения обычно эти результаты разные. То есть, если исходное сообщение чуть-чуть изменить, то результат этой хеш-функции для нового измененного сообщения, он будет уже другим. Однако, так как входных значений может быть гораздо в разы больше, чем выходных значений функции хеширования, то это грозит тем, что как минимум для одной из значений функции хеширования, результатов ее, будет как минимум два входных значения, для которых она будет одинакова. Тем самым, в данной ситуации, когда у нас есть оба входных значения, для которых хеш-функция одинакова, это и есть коллизия. Задание 13. В отдельных случаях для контроля целостности могут применяться цифровые водяные знаки, для решения какой задачи они используются, как было сказано ранее, для контроля неизменности продуктов, распространяемых по лицензии. Задание 14. Руководство банка решило усовершенствовать систему информационной безопасности и внедрить для этого новые способы аутентификации. На основе анализа угроз было принято решение защищать как информационные ресурсы, так и служебные помещения. Для обеспечения контроля пропусков была нанята охрана установлены пропускные турникеты, которым сотрудники должны были прикладывать смарт-карты. Какие типы аутентификации реализованы и пояснения нужно выбрать именно два варианта. Давайте посмотрим. Для обеспечения контроля пропуска нанята охрана и установлены пропускные турникеты, два объекта. Но при этом с охраной взаимодействия никакого нет. Для турникетов сотрудники должны прикладывать смарт-карты. Тем самым у нас однофакторная аутентификация с помощью смарт-карты, и это аутентификация на основе фактора владения, то есть I have. То есть, если у меня есть смарт-карты, я пройду. Если у меня нет смарт-карты, я не пройду. Я этой смарт-картой владею, потому это так и называется. Задание 15. Перед входом в каждый служебный кабинет стоит робот, который получает уведомления посетителей и просит его пройти аутентификацию, чтобы войти внутрь. Для этого требуется встать на отмеченную позицию перед роботом и замереть на несколько секунд, пока робот проводит осмотр или, грубо говоря, сканирует, и сопоставляет отсканированную картинку с внутренней базы данных сотрудников. Какой тип аутентификации используется? Конечно же, биометрическая, потому что робот сравнивает отсканированную картинку, грубо говоря, лицо, с картинкой внутри базы данных. Лицо — это биометрический фактор, потому правильный ответ — биометрическая аутентификация. Задание 16. Для запуска компьютера на рабочем месте сотрудника руководство установило следующую систему. Сначала она требует ввести пин-код. После его успешного ввода пользователю требуется поднести электронный ключ считывателю. А если ключ распознан как корректный, то пользователю предлагается приложить палец к сканеру. Давайте посмотрим. Чтобы ввести пин-код, пин-код нужно знать. Тем самым это первый фактор аутентификации — фактор I know. Фактор знания. После того, как мы правильно вводим пин-код, нам нужно поднести электронный ключ к считывателю. Тем самым это второй фактор аутентификации — фактор I have, то есть я владею. Это значит, что если у меня есть электронный ключ, я его могу приложить и я могу пройти. Если у меня нет электронного ключа, то всё, я не смогу пройти. И третий фактор аутентификации — это приложить палец к сканеру. Это биометрический фактор, тем самым биометрический фактор аутентификации. Потому всего используются три фактора аутентификации, они все разные, и это является верным ответом. Трехфакторная аутентификация. Здесь ни однофакторная, ни двухфакторная. И варианты G и D не подходят так же, потому что они не полные. Правильным ответом считается ответ, который является полным. Задание 17. Известно, что в сообщении открытого текста содержится слово третьего. Запишите расшифрованное четвертое слово открытого текста. В данном задании используется квадрат полибия и метод шифрования с помощью квадрата полибия. Давайте посмотрим на шифртекст. Заметим, что слово третьего имеет некоторые повторы букв. Например, буква T повторяется, буква Е повторяется. Более того, они повторяются на определенных позициях. Соответственно, если они повторяются в открытом тексте, то они также повторяются и в шифртексте. Соответственно, для того, чтобы найти это слово в шифртексте, достаточно было его протянуть по всему шифртексту и найти только ровно одну позицию, где совпадали бы повторы букв и также еще с правильными позициями. Верное местоположение слова третьего указано в первом варианте шифртекста подчеркиванием. Соответственно, жирным указаны те шифрограммы, которые обозначают повторяющиеся буквы. Ниже произведена расшифровка шифртекста с учетом того, что найдено слово третьего. Можно заметить, что также появилось некоторое новое слово, которое выделено красными буквами. Оно большое, и в нем очень много, во-первых, букв Т, Р, О и О, Е у нас окончания, и плюс к тому, что еще Т и Р стоят вместе, и они стоят на второй и третьих позициях. Очень мало слов, которые имеют все вот эти особенности в совокупности, и потому здесь легко подобрать было слово структурированное. Дальше мы также расшифровываем шифртекст с учетом того, что мы знаем слово структурированное. Получаем третий вариант шифртекста. Можно заметить, что второе слово – это слово программирование, потому что буква М повторяется, и шифрограммы также повторяются на позиции буквы М. И тогда четвертое слово открытого текста – это слово закон. Задание 18 – нужно было установить шифрообозначение, то есть замену буквы М. Это можно было сделать двумя способами. Первый способ – можно было взять и расшифровать весь шифртекст, привести его к открытому тексту и посмотреть просто по позиции М. мягкого знака с тем числом, которое находится на той же позиции в шифртексте. Можно было сделать немножко проще – не расшифровывать весь шифртекст, а вот найти только местоположение слова третьего, потому что в слове третьего тоже есть мягкий знак. Тем самым мягкий знак находится на пятой позиции в слове третьего, а также на пятом позиции в шифртексте. В шифре, получается, грамме слова третьего – это будет число 13, потому правильный ответ – 13. Задание 19. Какое слово зашифровано шифртекстом, полученным с тем же ключом, и нам дан шифртекст? Давайте, опять же, заметим, что тут есть два способа решения. Первое, грубо говоря, решение в лоб – это расшифровать весь шифртекст и просто найти по соотношению шифртекст и букв открытого текста все это расшифровать. Можно пойти путем наименьшего сопротивления и посмотреть просто… Есть ли тут какие-то буквы, которые мы уже знаем, когда мы просто нашли слово третьего, как оно зашифровано в шифртексте? И можно заметить, что если подставить все буквы открытого текста вместо шифрограмм из слова третьего, то у нас получается вот следующая смесь букв открытого текста и шифр текста. И можно также заметить, что по положению букв подходит только второй вариант слова «остолбенение», потому что озеленение у него третье, буква – это буква Е, а у нас третья буква – это буква Т. Освобождение аналогично третья буква – буква В и определение третья буква – буква Р, а должна быть буква Т. Потому единственный верный ответ – это слово «остолбенение». и для такого варианта решения, как вот второй вариант методом определения букв с помощью данной подсказки в виде слова третьего, нам не понадобилось расшифровывать все слово, а только… было достаточно расшифровать только те буквы, которые есть в слове третьего, и тем самым заметить, допустим, что третья буква нашего искомого слова, она уникальна. В задании 20 нам нужно было зашифровать слово «вектор» тем же ключом, который был использован для приведенного выше сообщения, и ответ вписать как единое число без разделителей. Для удобства я привела расшифрованный текст, открытый текст и шифртекст. Тем самым можно заметить, что букву В можно найти в слове «подтверждает» или в слове «программированное», или в слове «структурированное». Ее шифрограмма – это 65. Дальше буква Е имеет… можно также найти в «структурированное» в слове «программирования» почти во всех словах, и можно заметить, что число, которым шифруется буква Е по квадрату полибия, это число 63. Буква К аналогичным образом зашифрована числом 43. Буква Т аналогичным образом зашифрована числом 32. Буква О зашифрована числом 24. Буква Р зашифрована числом 23. Потому правильный ответ вы можете видеть на экране. Это все числа, записанные без пробелов. Задание 21 – это последнее задание, задание «Кейс». В этом задании у нас есть некоторая авиакомпания, которая для облегчения пилотирования самолетов устанавливает на них систему автоматического управления. Для запуска такой системы пилот должен ввести координаты пунктов отправления назначения, параметры самолета, то есть некоторую служебную информацию, а также авторизированные данные для связи с наземными диспетчерскими службами. Также у нас были обнаружены недавно случаи перехвата вводимой пилотами информации. Нам нужно, согласно заданию, оценить, какие сведения о перелете могут быть перехвачены, оценить, какие каналы могли быть задействованы для перехвата и привести примеры устройств для каждой пары канал сведения. А также еще указать момент действия, то есть в какой момент это могло быть произведено. Давайте рассмотрим по порядку. Первые данные – это маршрут перелета. Маршрут у нас мог перехватиться с помощью оптического канала, акустического, радиоэлектронного. Оптический канал, грубо говоря, это просто возможность подсмотреть данный маршрут. Это можно было сделать в момент, когда пилот вводит пункт исследования, либо этот маршрут отображается на экране в процессе полета. То есть просто достаточно было установить скрытую камеру. По акустическому каналу перехватить тоже несложно. В тот же момент используется, когда пилот вводит пункт исследования. Для этого достаточно было просто установить подслушивающееся устройство. Для того, чтобы перехватить радиоэлектронным каналом, необходимо было также установить устройство перехвата ПМИН, то есть побочных электромагнитных излучений наводок, при вводе пункта исследования пилотом, либо когда автопилот уже работает с маршрутом перелета. Сует уточнить, что в качестве устройств перехвата можно было указать не только те, которые указаны в презентации, но еще и какие-то другие. Главное, чтобы они работали по тому же принципу, как работают устройства, указанные в презентации. Далее, с маршрутом мы разобрались. Следующие данные, которые можно было перехватить, это технические данные, то есть параметры самолета. Параметры самолета можно перехватить двумя способами. Это по оптическому каналу и по радиоэлектронному каналу. То есть тот же момент, когда пилот вводит данные в начале полета либо в режиме автопилота и использовать либо скрытую камеру, если мы используем оптический канал связи, либо устройство перехвата PMIN, если мы используем радиоэлектронный канал. Для того, чтобы перехватить авторизационные данные для связи с надземными службами, это можно сделать с помощью оптического канала перехвата при вводе пилотам этих данных в начале полета. Использовать можно, опять же, как пример скрытая камера. Дальше эти данные можно перехватить еще и акустическим каналом с помощью акустического канала перехвата. Использовать нужно подслушивающее устройство, которое необходимо установить рядом с пультом управления пилота в момент, когда пилот вводит эти данные в начале полета. Также можно использовать радиоэлектронный канал перехвата с помощью устройства перехвата PMIN и в момент, когда пилот, опять же, вводит эти данные в начале полета, либо связь на протяжении всего перелета, когда происходит передача информации между диспетчерами и пилотом. На этом все. Спасибо за внимание.